1 июня, в День защиты детей, масштабный праздник состоялся на территории Анжи-Арены. Площадки для Каспийчана, также детей из разных городов и районов республики, были развернуты по разным тематикам. Такое масштабное и разнообразное мероприятие посетили глава Дагестана Сергей Меликов, глава Каспийска Борис Гонцов, председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию и науке Елена Павлюченко, олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков и многие другие. Выставка лучшей образцово-специализированной техники полиции и МЧС России по Дагестану полюбилась всем присутствующим. Дети и взрослые с интересом разглядывали машины и задавали интересующие вопросы. Ежегодно Главное управление МЧС России по Республике Дагестан и МЧС Дагестана принимают участие и активное участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей. Сегодня на Анже-арене мы представили пожарно-спасательную машину, спасательную машину, подвижный пункт управления, мобильный узел связи. Отдельные интересы у детей вызывают, конечно, квадроцикл, кинологический расчет, беспилотники. Помимо этого, кинологическая служба также представила свою технику верных друзей и главных помощников поисковых собак. Одну собаку зовут Буран, вторую Ефа. Собаки не обучены искать всякие взрывчатые вещества или картические препараты. Эти собаки обучены во время чрезвычайных ситуаций, пропажи людей, либо если кто-то потерялся, вызывают службу 112, службу спасения, то есть нас. Мы ведем поисково-спасательные работы. У нас собак обучают в основном брать след человеческий, чтобы в любое время дня и ночи наши собаки могли сориентироваться верно и найти пропащего человека. Информативной и полезной стала площадка «Ночь географии», организованная Дагестанским отделением Русского географического сообщества. Сегодня оно начинается днем, а вечером основная часть рассчитана для школьников, студентов. Вот здесь пазлы – это один из малых аттракционов. Есть и другие, в которых с удовольствием будут участвовать дети и днем, и вечером. Межрегиональный информационный ресурс молодежи организовал для детей увлекательные занятия – собирание больших пазлов, настольные игры, а также сборку оружия. Помимо этого, на территории Анжиарены были развернуты площадки, где были представлены изделия и творчество народов Дагестана.